Письмо 77-е, 22 декабря 65-го. Любимые и дорогие, Наконец-то выпала мне минута отдыха и покоя, И я могу вам в волю писать. Время почти полночь. Я сижу в своей комнате в доме бармейеров При свете настольной лампы И слушаю музыку Брамса. Снаружи свирепствует холод, Дует зимний иерусалимский ветер И льнет к стеклам закрытого окна. С одной стороны зима, С другой — тепло протопленной комнаты. Можно ли найти более подходящий фон для письма вам? Не знаю толком, с чего начать рассказ о том, Что со мной произошло за последние недели. Начну по порядку. Итак, три недели назад Отправились мы в Негев На так называемые Ротные учения с бронетранспортерами. Их цель — подготовить нас, Будущих офицеров, К действиям пехотных войск Совместно с танками, Бронетранспортерами, Тяжелой артиллерией и т.п. Учения были в высшей степени интересными, Но от подробностей воздержусь, Потому что если начну, то не кончу, А я вовсе не уверен, Что технические подробности вас заинтересуют. Однако расскажу об одном упражнении, Которое касалось непосредственно меня. Как вам известно, Офицерские курсы в последние месяцы Управляются самими курсантами, А командование осуществляет Только общее руководство И направляет действия курсантов. Самое большое, Чего может достичь курсант, Это руководить какое-то время курсами. Об этом я уже рассказывал, Но то была только административная работа. Руководить приходится также и учениями. На каждое упражнение Командование выбирает курсанта Для руководства всей группой. Испытывается способность курсанта командовать, Выносить правильные суждения, Проявлять активность и т.п. Понятно, что лучшим Пручают руководить упражнениями потруднее. В конце каждого учения Проводится заключительное упражнение, Самое трудное и сложное из всех, И для роли командиров на этих упражнениях Выбирают лучших курсантов. В особенности, Если на заключительных упражнениях Присутствует командир офицерской школы. Видно, руководство тогда старается Произвести наилучшее впечатление, Словно хозяин, Который подметает квартиру К приходу гостей, Хотя известно, Что дом не всегда чист, А частенько, может, и грязен. Во всяком случае, Удостоился я быть командиром При таком упражнении. Между прочим, Это второй раз, Что я командую Заключительным упражнением В присутствии командира школы. Случай небывалый на курсах. Думаю, Что это была Самая трудная должность, Какую мне приходилось До сих пор занимать. Общая идея упражнения была Глубокое наступление Совместно с джипами, Бронетранспортерами и танками На замаскированные объекты противника И атака врага с тыла. На первой стадии Я с отрядом солдат Должен был Для изучения местности Проникнуть на двух джипах И штабной машине На глубину примерно 15 километров Абсолютно темной ночью. Проблема ориентировки На местности В этих горах В высшей степени Трудна и сложна. Слишком много кряжей И отрогов. Отроги иногда Похожи формой На острие ножа. По обеим их сторонам Пропасти и скалы, С которых свалится Верная смерть. С помощью условных знаков Я должен был Отмечать направление Пути для войск, Которые продвигались За мной. И проблема эта Не менее серьезная, А опасность Может быть и большая, Чем при ориентировке На местности, Потому что До сих пор Горные хребты Пересекались Не меньше, Чем за 4-5 часов. При этом Не раз отряд терял дорогу, Транспорт застревал И т.п. После всего этого Я должен был Командовать Атакой. Распространяться Не буду, Так как Многое Еще надо Рассказать. Войска Благополучно Меньше чем За 2 часа Пересекли Горный хребет И все Было исполнено Самым лучшим Образом. Командир школы Подзвал меня И в присутствии Всего командования Воздал мне Такие хвалы, Которых, Несмотря на мою Успешную Армейскую Картеру, Я еще Не пожинал. Потом, Подытожив Результаты Учений, Он назвал Исполнение Задания Образцовым И добавил Хорошо, Если бы Все учения В школе Проводились На таком уровне. И т.п. Я после учений Чувствовал Общую усталость. За 3 дня До конца Учений Испытали мы Удивительное Переживание. Много Я перенес Песчаных Бурь За свою Службу В армии И из всех Вышел Невредимым. Но бури, Подобной Той, О которой Я собираюсь Рассказать, За последние Годы Негев Не видывал. Буря Сферепствовала Три дня Подряд, Не стихая Ни на минуту. Такой Мощной Была Она, Что Без Преувеличения На расстоянии Метра Не видно Была Отряда Танков. Палатки Наши Только Чудом Держались На месте И, Несмотря На то, Что Плотно Закрывались, Нам Приходилось, Опять же Без Преувеличений, Каждый День После Кутав Лицо Платками, И только Щелки Для Глаз Были Открыты Ветру И Даже Спали В Палатках. Из-за Волны Холода, Которую Принес Ужасный Ветер, Мы В нашем Обычно Жарком Негеве Дрожали, И это В Одиннадцать Тридцать Дня В Светерах И Куртках. Я Подумал, Что Стоило Это Испытать, Чтобы Понять Смысл Слов Песчаная Буря. Кончились В конце Концов Учения С Участием Отряда Бронетранспортеров И Сразу После Них Мы Вышли На Очень Короткие Морские Учения. Включают Они Совместные Действия Морского Десанта, Торпедных Катеров, Резиновых Лодок, В которых Производится Высадка На берег, А Также Спасение Людей Стонущего В Открытом Море Судно. Вторжение Со стороны Моря И Тому Подобное. Закончили С учения Высадкой Морского Десанта На берег И Вторжением Его На большое Расстояние. Чтобы Чтобы Было Понятно О чем Речь С десантного Судна Выходим В море По шею А Низенькие Погружаются В воду Целиком Выходим На сушу Держа Винтовку Над головой Перестраиваемся И Немедленно Отяжелевшие От влаги С пропитанными Водой Носками И Рабочей Одеждой Двигаемся В путь Прибавьте К этому Хлиставший В эту ночь В районе Залива Проливной Дождь И Поймете Что Это Было Не Слишком Приятно Мокрые Носки Натерли У многих Солдат Мозоли А Грубая Материя Брюк Ранила Тело До Крыли Некоторые Передвигались С трудом И Видно Было Что Большинству Каждый Шаг Причинял Адские Муки Я Лично Испытал От всего Большое Удовольствие Не получил Ни ран Ни царапин И все Вместе Только Отдаленно Напомнило Трудности Испытанные В парашютных Войсках Биби Хочу тебе Кое-что Сказать По поводу Одного Беспокоящего Меня Дела Мне Мне Кажется Что Ты Считаешь Будто Я Несередезно Отношусь К твоим Занятиям Или По крайней Мере К тем Трудностям С которыми Ты сталкиваешься Во время Занятий Дескать Что Знает Этот Малыш О Трудностях Очень Ты Ошибаешься Смотри Я Вторично В школе Учиться Не буду А ты Всегда Если Тебе Именно Этого Захочется Сможешь Прыгать С самолетов Возможно Ты До конца Не понимаешь Как Важно Чтобы То Что делает Человек В настоящий Момент Делалось Наилучшим Образом А если Понимаешь О чем Свидетельствуют Твои поступки И твои успехи То по какому Праву Ты позволяешь Себе Пренебрежительно Относиться К своим Занятиям Ты думаешь Я не знаком С трудностями Которые Приходится Преодолевать Школьнику Я В конце Концов Совсем Недавно Учился В той Самой Школе В которой Ты сейчас Сидишь И мне Думается Не учил И половины Того Что учишь Ты Или Во всяком Случае Не тратил На занятия Таких усилий Какие Тратишь Ты Я О тех Годах Не жалею Потому что Считаю Что как Школьник Я действовал Самым Лучшим Образом Но Если Мы Оба Сейчас Учились В одном Классе То Мне Кажется Ты Обогнал Бы Меня По Целому Ряду Предметов Брось Пребедняться В отношении Своих Нынешних Действий Сравнивая Их С тем Что Делаю Я Я Совсем Не Уверен Что Можно Сравнивать Такие Разные Вещи И Мне Главное Неясно На чью Сторону Склонилась Бы Чаша Весов Если Сравнивать Было Бы Возможно